Братья и сестры, желание моего сердца еще раз порассуждать над Словом Божиим. Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили с вами или порассуждали именно о теме искушений, которая приходит именно в жизнь человека. Когда мы с вами находимся в дне, когда мы с вами участвуем в заповеди Господней, принимаем хлеб, принимаем вино, мы много говорим о грехе, мы говорим об искушениях, которые приходят в жизнь человека, и это действительно естественно. Наверное, нет ни одного человека на земле, который не испытывал бы искушения в своей жизни. Вы знаете, кто-то очень мудро сказал, совсем неверующий человек, он говорит, юность всегда искушается желаниями, зрелость всегда искушается деньгами, все заработать, создать какую-то хорошую базу, а вот старость, она искушается властью. Нет ни одного человека на земле, которому бы не было вот знакомо такое слово, как искушение. И, наверное, когда мы говорим с вами именно уже о христианской жизни, да, оно особо, этот вопрос стоит именно у христиан. Почему? А потому что, наверное, христиане, как никто другой, они знают границы, они имеют эти границы, которые прочерчены на страницах Священного Писания. И когда соприкасаются с ними, это приводит именно к страданию, к томлению. Хочется перейти эту границу, да? Хочу. Вот такая эмоциональная составляющая, она приходит именно в жизнь человека. И христианин иногда поддается именно вот этому. И он говорит, ну, хочу. Ну, что в этом плохого? Я хочу, я имею на это право. Хотя это, в принципе, противоречит истинному, заложенному Священному Писанию. Когда мы говорим именно о слове «хочу», наверное, само по себе, вот это слово «хочу», оно, ну, ничего плохого в нем нет. Оно, в принципе, нормальное слово. Оно естественно. Но когда мы подходим к тому моменту, когда вот это «хочу», оно уже идет в разрез с принципами, со Словом Божьим, с моралью, мы подходим вот к той границе, когда оно становится именно искушением. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали один текст Священного Писания. Мы будем вот так вот постепенно с вами касаться некоторых текстов Священного Писания. У нас не будет такого основного текста. И вот первое из них – это послание к Кримлянам, 7 глава. Мы прочитаем с вами 7 и 8 стих. Апостол Павел говорит, что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Наверное, такой сложный текст Священного Писания. И мы, наверное, проще, когда мы с вами прочитаем его, или вот так немножко коснемся в современном переводе. Апостол Павел говорит, если бы не было границы, то не было бы и чего? Искушения. Если бы не было границы, не было бы искушения. А не было бы искушения, не было бы и греха. Но существует закон, и я бы не знал, что значит желать, если бы закон не говорил, не желай. Грех, найдя предлог в этом повелении, породил во мне всевозможные желания. Ибо без закона грех мертв. Посмотрите, как говорит апостол Павел. Наверное, сейчас более становится понятным. Не было бы закона, не было бы чего? Пожелания. То, что я хочу, я желаю. Не было бы закона, не было бы пожелания. Все, что хочешь, в принципе, делай. Но Бог говорит, есть граница. И когда я, как христианин, соприкасаюсь вот с этой границей, которую прочертил именно Господь, мы страдаем. Потому что мы боремся, переступить ли на самом деле эту границу. Или в этот момент явить, как мы говорим, верность Господу. Ничего. Кажется, в этот момент я еще не сделал. Еще нет греха. Все, что у меня есть, оно находится внутри у меня. В мыслях моих оно только-только зародилось. Оно еще даже и не произнесло через мои уста. А это желание уже есть в сердце. И оно приводит именно к страданию. И мы говорим, искушение, оно всегда начинается с чего? С мысли. Когда вот это желание, оно зародилось, мысль пришла в мое сердце. Пример Каина. У Каина рождается мысль. Я хочу убить брата моего. И Бог говорит ему, остановись. Остановись, потому что эта мысль, она не может, она может убить тебя. Она не останется вот так просто мыслью в твоей жизни. Если ты дашь ей место, если ты начнешь культивировать ее, она приведет к тому, что ты убьешь брата. Грех лежит у порога сердца. Не делай этого. Поэтому, когда мы смотрим на искушение, Библия говорит, что у нас есть два, как мы говорим, источника искушения. Или две природы именно искушения. Первый – это наша с вами природа. Это то, что живет внутри нас. Библия говорит, что у нас есть жало греха. А грех, он как магнит. Он притягивает к себе, и мы постоянно испытываем это желание. Яков говорит, каждого человека искушают его же собственные желания. Они увлекают его. Они соблазняют его. И первая проблема, она кроется именно в нас, внутри нас. Мы сами по себе опасны. В нас есть вот этот, как мы говорим на основании священного писания, зародыш греха, который живет внутри нас. И он может в любой момент, в принципе, всплыть в нашей жизни. Апостол Павел в первом послании Коринфянам, 10 главе говорит, «Вас постигло искушение не иное, как, как там сказано, как человеческое. Именно человеческое. Все мы имеем в себе вот это проклятие именно искушения. Нет такого человека, как мы говорили, который сказал бы, я не знаю. В принципе, вот искушение, оно незнакомо для меня. Я никогда не испытывал его. Мы не найдем с вами такого человека. Нет, у каждого оно свое. У кого-то это деньги, у кого-то, опять же, это может быть тщеславие, это может быть украшение, это может быть объедение, пьянство, что угодно. Священное писание открывает нам много вот этих сфер, где мы можем быть уязвимы или искушаемы. Сатана очень четко знает, что близко именно нашему сердцу. Именно что мы, как, если можно так выразиться, можем, в принципе, в нашей жизни именно клюнуть. Дьявол найдет все, что угодно, только бы отвлечь нас именно от Бога. Первый, как мы говорим, источник искушения – это мы сами. Это наша с вами природа, которая есть у нас. Она, в принципе, склонна к искушению. Но есть еще и второй источник. А второй источник искушения – это уже то, что, в принципе, опять же, стоит рядышком с нами. Кто-то говорит, это может быть даже Бог, Он хочет, чтобы мы, может быть, воспитывались, поэтому подкидывает вот такие различные сложные моменты жизни. Он искушает нас. У человека природа такая, в сложные моменты жизни человек говорит, «Боже, почему Ты это делаешь? Почему происходит? Почему Ты допускаешь это?» Мы говорим, что это, наверное, неправильно. Апостол Иаков говорит в первой главе, «Когда же вас постигает искушение? Не говорите, Бог меня искушает!» Вот этот наш крик отчаяния, когда мы говорим, «Боже, ну что? За что это? Почему Ты это допускаешь?» Оно не имеет места, потому что это не Бог. Мы имеем свидетельство тому в разных мелочах, как Бог приходит на помощь именно вот в те моменты, когда мы действительно искушаемы. И кажется, в этот момент, ну вот те моменты, которые хотелось бы изменить, и мы смотрим, что это, в принципе, было благословение, потому что и вот в этих сложных моментах жизни Господь пришел на помощь. Он помог мне. В Евангелии от Матфея мы читаем в четвертой главе. Кто же такой вот этот, который искуситель, и ко природой именно искушение? Он пришел, когда-то к Иисусу Христу. Помните, в Евангелии от Матфея, четвертая глава, с первого стиха мы читаем, «Затем Дух повел Иисуса в пустыню для искушения от Лукавого». И написано, что искуситель приступил к нему. Братья и сестры, искуситель – это тот, кто толкает нас, кто создает нам на самом деле вот эти сложные моменты, чтобы мы надломились, и чтобы мы с вами в нашей жизни сказали, ну где же тут нам Бог помогает? Я не вижу вот в этих обстоятельствах в моей жизни, чтобы Бог пришел на помощь мне. Это делает Лукавый. Помните, он подошел к Иисусу Христу. И как искусно он подошел к нему, он говорит ему, что ты тут, если можно так выразиться словами, что ты тут голодаешь? В принципе, уже прошло 40 дней мучения. Возьми вот этот камень. Ты же легко можешь сделать его именно хлебом. Говорил искуситель Иисусу Христу. Похули Бога и умри. Опять же, это говорил искуситель Иову. И он использовал для этого, помните кого? Уста жены его. А потом Петр подходит к Иисусу Христу, и он говорит, да не будет этого с тобою по отношению к Иисусу Христу. Это опять же искуситель через уста Петра. Вот этот второй источник искушения. Это искуситель, враг душ человеческих. Это сатана, который двигает, который постоянно находится вот в таком напряжении для того, чтобы мы с вами были уязвимы, для того, чтобы искусить нас, и мы поддались, чтобы мы сломились в нашей жизни. Хочется привести несколько примеров из жизни царя Давида. Мы очень часто с вами касаемся истории его жизни, и вы знаете, он очень многое прошел в своей жизни. У него был в жизни момент, когда он действительно поддался искушению плоти, как мы говорили уже, и искушению именно сатаны. Помните, то искушение, вот искушение плоти, что это было в жизни Давида? Мы уже слышали с вами сегодня вот этот псалом покаяния, 50-й псалом Давида, да? Эта история именно с Версавией. Мы нигде не читаем, что это вот в момент искушения у Давида, что это пришел сатана, и он начал искушать именно Давида. Нет, это было искушение плоти. Мы все с вами помним эту историю, мы не будем ее перечитывать, мы прекрасно знаем ее. Но хочется обратить вот такое внимание, я думаю, мы помним те моменты, которые были присущи именно вот этой истории. И мы возьмем такие уроки, с чего начинается именно искушение плоти. Помните, в тот момент написано, что Давид остался один. Он остался, он не пошел на войну. Он остался именно дома, он не пошел на войну. Казалось, Давид, это твое предназначение. Когда-то Бог ему говорил, ты не построишь храм. Ты пролил много крови, ты призван очистить Израиль от язычников, которые окружали их в тот момент. Может быть, подготовить почву для сына твоего. Для того момента, когда будет процветание именно для народа израильского. Ты должен идти на войну. И когда мы встречаемся именно с теми моментами, когда Давид шел впереди израильского народа. Те войны, которые они проводили, это было благословением. Они очень быстро побеждали. А здесь пошел на войну вместо Давида. Помните кто? Иоав. Это он пошел для того, чтобы взять раму. Они очень долго, больше года они отвоевывали. Все очень сложно было именно в тот момент. Это было не для Иоава. Это не ему нужно было идти туда. А он пошел. А Давид остался дома. Момент искушения начинается с того, что мы начинаем делать то, что Бог нам не повелевает. Я не хочу больше служить. Я буду просто сидеть и слушать. Я не хочу больше участвовать, может быть, в богослужении. Один из вариантов. Я отдохну. Я, может быть, уже устал. Это путь. Он ведет только к искушению. И когда Давид проснулся, помните, когда это доступил тот момент, это был уже вечер. Написано, что Давид встал однажды под вечер. Наверное, это не присущее состояние именно для Давида. Ведь когда мы с вами встречаемся именно с историей жизни Давида, мы видим псалмы, которые он написал. Он, Давид, именно с раннего утра, он говорит, я ищу лица Господня. Он просыпался рано утром, он говорит, встану, буду насыщаться образом твоим. А здесь Давид встает именно вечером. И мы говорим, наверное, он проспал вот это время быть в общении с Богом. А потом написано, он увидел. Он увидел Версавию. Если бы он был наполнен Богом, если бы он проснулся рано утром и занимался тем, что определил для него Господь, наверное, он бы не увидел. А здесь вот такое поражение. Версавия, братья и сестры, наверное, даже вот в этот момент, когда Давид увидел, он еще в принципе, наверное, не до конца согрешил. Момент греха он наступил позже. Он начинает узнавать, а кто же она? Кто она? Ему говорят, это жена Урии. Урия был один из лучших воинов, который сейчас именно был или находился в сражении. Мало того, это дочь Елиама. Елиама. А кто такой Елиам? Мы читаем, что этот человек входил в 30 лучших воинов Давида. Это те, которые были с Давидом в самом начале, когда он еще... Когда они его поддержали, когда были сложные, тяжелые моменты его жизни. А еще более, она была внучка Ахитофела. Помните, кто такой Ахитофел? Это самый мудрый советник Давида, который потом из-за обиды он перейдет на сторону Авесолома. Братья и сестры, столько границ, которых нельзя было в тот момент переходить именно Давиду. Казалось бы, его все останавливало в тот момент, Давид, остановись. Но он не может. Вот эти границы в его жизни, они уже не работают. Он теряет мудрость. И позже его сын Соломон, он напишет, что мудрость – это страх Господен. Именно искушение приводит к тому, что мы теряем вот этот страх пред Господом. Мы прячемся, делаем вид, что Бога нет, и мы сами, в принципе, способны решить любую ситуацию. Давид вот так чисто по-человечески, он смог ее решить только убийством именно Урии. Господь, сохрани от этого. Мы говорим именно вот в этот момент, потому что понимаем, что только Господь, только его мудрость, которую он влагает, она способна провести нас. Она способна не ввести нас в вот эти искушения, которые мы можем поддаться, поддавшись именно плоти нашей. Это искушение плоти. У Давида было искушение от лукавого. Жизнь Давида. Может, кто-то помнит, где оно было? В какой момент его жизни у него было искушение от лукавого? Написано, когда было исчисление Израиля. Помните, 1 Параллепиминон, 21 глава. Написано, что восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление Израиля. Даже Иоав, военачальник, у которого была не совсем хорошая репутация, он останавливал его, и он говорил Давиду, это неправильно. Он говорил, да умножит Господь народ свой во сто раз против того, сколько есть. Для чего же требует всего Господин мой? Ну, помните, что написано? «Царское слово превозмогло, и пошел Иоав, и написано, воспылал Божий гнев». Вот в чем проблема Давида. Вот именно в тот момент мы говорим, что Давид начинает забывать, что сила-то находится в Боге. Помните, тот момент, когда Давид, он шел войной против Голиафа. Наверное, он не полагал именно вот основания в том, сколько он на самом деле возьмет камней в свою сумочку. То ли это будет пять камней, то ли шесть, то ли три. Нет, не в этом было основание его. Он понимал, что сила на самом деле в Бога. А здесь он начинает забывать, что сила в Боге не в воинах, не в колеснице. Вот оно, искушение именно сатаны. И пришел, и подтолкнул вот такой мысли, и человек не может остановиться. Он хочет это сделать. Братья и сестры, конечно, наверное, сейчас самое время нам ответить на вопрос, а как с ним бороться? Как вот с этими искушениями, которые приходят именно в жизнь человека, в жизнь христианина, как на странном деле бороться? В свое время, вы знаете, опять же мы касаемся жизни Давида. Было прекрасное время его жизни, когда он с легкостью это делал. И мы, обращая внимание на его жизнь, мы говорим очень хороший пример, что помогало ему это делать. И первое – это близкие отношения с Господом. Мы уже не раз касались именно вот этих моментов. Мы говорим об этом постоянно, и мы продолжаем говорить, потому что это основа. Это основание. Если Дух Святой не наполняет мое сердце, я не скажу греху нет. Я поддамся именно этому искушению. Если нет силы, мы этого не сделаем. Кажется, все очевидно. Человек говорит, и он не раз свидетельствует и говорит, я знаю, что это грех, но я не могу остановиться перед этим грехом, потому что у меня не хватает силы. Силы, которая именно у Господа. Где Давид брал эту силу? Мы читаем его псалмы, и мы восхищаемся. Псалом 15. Я в тебе, Господи, ищу прибежище и защиты. Я не знаю, что меня ждет. Если бы Давид, как мы уже говорили с вами, молился утром, в тот день, когда он увидел Версавию, он бы не сделал этого. Но он спал. Ему некогда было молиться. Мы перечитываем и перечитываем вот эти псалмы Давида, и мы восхищаемся. Он говорит, Господь мой лучший удел. Это давало ему именно силу в борьбе с искушениями. Второе, о чем мы говорим, что помогало ему это сделать. Близкие отношения с Господом, а также доверие Господу. Когда он услышал, что Голиаф, Давид, услышал, что Голиаф порочит Бога, и настолько у него была ревность и доверие Богу, что он пошел на войну с Голиафом без меча. Он просто взял камни и вышел против него. Давид знал, что если я доверяю Богу, он даст мне победу. Победа над искушениями. Мы, братья и сестры, мы говорим, что это не наша победа. Это победа именно Бога, если мы с Богом и доверяем Ему. Границы – это то, что я не могу переступить. Это то, что помогает мне именно в борьбе с искушениями. Именно границы, чтобы они были четко отчерченными в моей жизни. Это заповеди Божьи. Бог прочертил их, и мы их не можем переступить. У Давида, опять же, мы касаемся его жизни, тоже была граница, когда он находился в пещере, и туда пришел Саул, от которого он бегал уже почти 10 лет. Те люди, которые окружали Давида, овеса говорит ему, Бог дает его нам. Представляете, какое искушение именно в этот момент в жизни Давида. «Вот твой враг, ты можешь его в этот момент убить, и ты станешь царем». Вот то, что предлагал ему лукавый, а он говорит, нет. «Я не подниму руки на помазанника, пусть поразит Господь. У Господа другие пути. Может быть война, может быть болезни, еще что-то, но только не я. Я не смогу этого сделать в моей жизни. Я не переступлю вот эту границу». Вы знаете, дьявол всегда будет подталкивать, переступить. Переступить эти линии, переступить границы. Чуть-чуть, хоть немножко, хоть совсем немножко. И смотришь, а вот та линия, которая была когда-то очерчена в моей жизни, она уже находится совсем далеко сзади. Я уже, в принципе, многое могу позволить себе. В пустыне Иисус Христос четко держится очерченных границ. Опять же вспоминаем искушение Иисуса Христа. Встречаясь с лукавым, он говорит, опираясь именно на Слово Божье. Написано, написано, написано. И мы говорим, что именно в этот момент у Иисуса Христа была битва не на жизнь, а на смерть. Он действительно держался, если хочется, если хочется есть. Представляете, 40 дней находиться в посте. Конечно же, хотелось ему. А он говорит, нет, это не тот путь. Бог никогда не допускает, чтобы мы были испытаны сверх сил. Так говорит апостол Павел в 1-м послании к Коринфянам в 10-й главе. Написано, что он верен своим обещаниям. Он даст и выход, чтобы мы могли его перенести. Так говорит Священное Писание. Так говорит Библия. Испытания, они придут в нашу жизнь. Здесь Бог не говорит, что не будет испытаний. Но Он говорит, я пошлю помощь. И эта помощь, она придет вовремя. Может быть, Он побудит чье-то сердце молиться за тебя в тот момент, когда ты в своей жизни испытываешь определенные трудности. Когда действительно испытания или искушения пришли в твою жизнь. А может быть, Он побудит чье-то сердце, чтобы Он пришел и сказал в твою жизнь, остановись. Есть граница, есть предел. И к этому побуждает его именно Господь. Знаете, я четко помню тот момент в моей жизни, когда были 90-е годы. Это было время, когда действительно было очень легко стать в один момент в разы богаче, как говорили тогда. И вот такое искушение, оно пришло в мою жизнь. Совсем, наверное, еще молодой возраст, когда только-только пришел из армии. И вот такое искушение, оно пришло. И именно вот в этот момент о том, что происходило в моей жизни, знал только Господь и знал только я. И то, что должно было произойти утром, никто не знал. Но вы знаете, что сделал Господь? А Он утром, буквально за несколько часов до этого момента, Он прислал пророка в мою жизнь. И Он открыл мне все то, что я должен был сделать, о чем никто абсолютно не знал. Братья и сестры, вот так делает Господь. Вот так Господь говорит иногда в нашу жизнь, останавливая именно нас, приходя и приходит именно помощь от Господа. Братья и сестры, Он говорит, я буду рядом. Он говорит, я дам силы именно превозмочь. Я поддержу тебя. Вот таков наш Господь. Испытания придут. Но нам нужно, чтобы мы не были застигнуты именно врасплох. А для того, чтобы они не застигли нас врасплох, нам нужно сближаться с Господом каждый день. Делать это, как было когда-то это в жизни Давида. Просить защиты у него. Иметь в своей жизни границы в разуме. И не переступать их. Господствовать над грехом каждый день. Сказать греху нет. Более того, может быть найти того, с кем бы мы могли поделиться именно состоянием сердца. И попросить поддержки. Попросить молитвенной поддержки. Я думаю, наверное, в тот момент, если бы Давид, вот в момент искушения, искушения плоти, он подошел к пророку Нафану, и он рассказал ему все, что творится у него в сердце, я имею такое искушение, он бы его преодолел. Он бы не попал вот в эти обстоятельства жизни, и оно отступило бы от него. Но, к сожалению, все-таки бывают такие моменты, когда мы поддаемся искушению, и когда мы падаем. Это сопровождает нашу христианскую жизнь. Мы задаем вопрос, отвергает ли в тот момент нас Господь. Вот на основании священного Писания мы говорим, что нет. Мы слышали с вами сегодня Псалом 50-й. Псалом Давида, молитву покаяния. Бог дал шанс Давиду. Он дает его и нам. Переступив черту, Давид потерял Духа Святого. Он потерял радость. 50-й Псалом. Почитайте еще раз его. Желание быть среди народа Божьего. Желание ходить в церковь, молиться. Он все это потерял. Он говорит, верни мне, поддержи меня. И Бог дает шанс Давиду. Может быть, вот эти моменты, которые перечислял Давид, они являются уже и составляющей моего сердца. Я хочу, чтобы мы сегодня проанализировали состояние своего сердца. Может быть, у меня уже нет желания молиться. Может быть, у меня уже нет желания читать Слово Божье. Или нет желания ходить в Дом Божий, быть среди народа Божьего. Может быть, я уже поддался искушениям. Пусть Господь сохранит нас. Давайте взвесим все это на весах Божьего Слова. Давайте принесем все это к Господу. Я верю, что Господь благословит. Господь поддержит. Господь вложит эту молитву покаяния в мое сердце. И Он поведет, как Он сделал это когда-то в жизни Давида. Аминь. Помолимся им.